Всем привет! Рада видеть вас вновь на своем канале и наконец-то я дождалась остальных посылок сайта Алиэкспресс и готова поделиться с вами своими удачными покупками и показать вам их. Кстати, поделитесь, нравится ли вам такая идея, если я каждый месяц буду выпускать видео о лучших покупках на сайте Алиэкспресс за прошедший месяц. Напишите в комментариях, мне это очень важно. И начать я хочу, наверное, с самых крупных покупок и первое, что я заказала, это было пальто. И пальто это вот такого карамельного оттенка и с виду оно выглядит очень таким вот сдержанным и вполне себе классическим. Но у него есть очень своеобразная изюминка, а это именно ткань, в которой он выполнен. И если вы хотите превратиться в такого вот плюшевого медвежонка игрушечного, то вам обязательно понравится это пальто. Когда оно мне только пришло, у меня было такое двоякое впечатление о нем. И сначала я даже немного его не поняла и думала, что может быть и даже носить не буду. Но затем, когда я правильно подобрала одежду, которая будет под пальто и обувь, то тогда все сложилось в единую картинку. И мне даже очень понравилось. У этого пальто нет застежек, есть только вот такой вот пояс. Это пальто выполнено в таком вот модном пижамном стиле и запахивается как халат. И, в принципе, крой у пальто как халата. И если вы идете в ногу со временем и вам нравится такая модная пижамная тенденция, то, я думаю, подобного плана пальто вам также придется по вкусу. От себя хочу выделить, что оно достаточно теплое. И мы снимали этот лук, когда было очень ветреное. И пальто абсолютно непродуваемо. Оно согревает и на осень, даже позднюю осень, оно отлично подходит. Единственное, рукав у него не совсем длинный. Но когда я надеваю перчатки, это все очень даже хорошо смотрится. И мне нравится такое пальто. Я буду с удовольствием его носить в этом сезоне. Еще одной покупкой одежды был вот такой вот свитер. Такая моделька сейчас часто мелькает в интернете и в инстаграм. В общем, на разных площадках. И я тоже не исключение. Решила заказать себе такой свитерочек. Он у нас идет оверсайз. Но на самом деле он прям конкретный оверсайз. Потому что он гигантский, невероятно большой. И особенно рукава. Но вы можете, в принципе, заметить, насколько большие и широкие. Что самое интересное, длинные у этого свитера рукава. И я планирую его теперь подкатывать. Причем не один раз. Чтобы это выглядело более-менее хорошо. Но на самом деле у меня было большое удивление, что вот такие вот рукава пьеро действительно у этого свитера. Пошит он, в принципе, неплохо. Да, здесь акриловые нитки. Но его можно спустить на одно плечо. Или же носить вот так вот, как стандартный свитер. В общем, как вам нравится. Но учтите, что рукава просто длиннющие. И не подворачивать. Это как-то выглядит курьезно на самом деле. Поэтому будьте осторожны. Ну, может быть, у вас очень высокий рост. И, соответственно, руки длиннее, чем у меня. И вам они подойдут. И смотрите на все размеры очень внимательно. Также в этот раз решила вам показать одну покупку из детской одежды. И я заказывала эту одежду, естественно, не для себя, а для своей подружки. Помогала ей заказом. И решила с вами поделиться. Потому что платье действительно очень качественное. Как вы, наверное, уже успели заметить, что юпочка у него достаточно пышная. Это все за счет ткани, из которой выполнено платье. И она, кстати, очень похожа на ту ткань, из которой выполнено мое платье. Если помните, такое с красными помадками. Я летом вам показывала в своих покупочках. Если забыли, обязательно переходите. Я оставлю ссылочку на этот ролик. Там также близко я показывала эту ткань. И очень классно сейчас будет на осенне-зимний период для девочек. И также к этому платью шел вот такой вот бантик. Вот таким вот образом это будет выглядеть. Здесь есть булавка, чтобы было удобно его прикрепить. Также вместе с заказом этого платья продавец положил вот такую вот ленточку, сплетенную из цветных ниток. На самом деле, не знаю, для чего это. Может быть, вы подскажете, что это такое и куда это можно применить. Дальше я вам хочу показать покупки каких-то аксессуаров и украшений. И первое, что вы уже видели в одном из моих роликов о платьях, которые я заказывала, это вот такой вот пояс. И пояс действительно стоит вашего внимания, потому что, во-первых, он интересного дизайна. И у него достаточно приятный материал. Это очень мягкий кожзам и не выглядит он совсем картонным или тряпочным. Очень классный, мне понравился. И он подходит как к брюкам, как к платьям. Также его можно надевать поверх пальто. И это тоже достаточно стильно смотрится. Поэтому вот такой вот модный аксессуар стоит к нему сейчас присмотреться. С уже небезызвестного магазина Яманка мне также пришли украшения. И первое, что я вам хотела показать, это вот такая вот подвеска. Я бы сказала, что она больше в этническом стиле выполнена. И привлекла она меня вот такими вот кожаными кисточками, деревянными кубиками. Очень сейчас модно, такая вот немного хиппи-этническая тема. И меня это тоже привлекло. И расцветка оказалась универсальным и подойдет ко многим комплектам моей одежды. И буду носить с удовольствием. Следующее украшение вы также могли уже видеть на мне в каком-то из моих видео. И оно произвело на многих впечатление, потому что выглядит действительно оно очень интересно. И многие отметили, что оно похоже на какое-то дизайнерское украшение. И правда оно выглядит достаточно праздничное. И я с удовольствием буду дополнять какие-то свои образы этим украшением. Оно закрепляется на ленте. Поэтому вы можете регулировать длину, на которой вы будете его носить. Еще одно украшение также вы видели в предыдущем моем видео. Я сочетала его с красным платьем. Если вы не знали, то магазин Яманка присылает все свои украшения вот в таких вот коробочках. И это сейчас у них абсолютно бесплатно. Раньше, я помню, они брали дополнительную оплату за упаковку. Но сейчас упаковка у них бесплатная. Не знаю, как долго продлится эта акция. Но уточняйте все у продавца, если вы не уверены. И что самое интересное, вот в этой коробочке с этим украшением, вот такое вот украшение. Оно сделано из пластика, дополнено стразами и достаточно сдержанных оттенков. И также он подойдет к многим образом. И отлично будет смотреться как с черными, так и с белыми комплектами одежды. И в коробочку с этим украшением продавец положил вот такое вот послание. Это безумно мило. И внутри было пожелание, не помню, как дословно переводится, но в общем, своим преображением мир становится лучше. И это очень приятно и необычно. И вот такая вот бутылочка стеклянная с пробкой и с посланием. Это очень мило и очень приятно получать такие послания от продавца. Еще одно украшение из этого магазина вы можете видеть на мне сейчас. Это супер универсальное украшение для одежды с высокой горловиной или каких-то водолазок, или платья водолазок, потому что оно закрепляется под горлом. И за счет вот этого элемента оно более удлиняет силуэт, что очень гармонично смотрится. И мне также безумно нравится. Также не могу не отметить оригинальность дизайна. И опять же вот эта вот интересная кисточка, которая сделана из кожзама, такого вот бронзово-пыльно-серого оттенка. Также здесь есть какие-то интересные декоративные элементы, которые дополняют все украшение. И последним украшением из этого заказа были вот такие вот интересные сережки. Опять же они дополнены вот такими вот кисточками. Как видите, эта тема мне очень нравится. И почти каждое украшение у меня дополнено вот таким вот декоративным элементом. И вы также могли эти серьги видеть в моем образе на Хэллоуин, Шугас Кул. И оно отлично вписалось в такой праздничный образ, вечерний. И я думаю, каким-то также вечерним платьем интересным, красным, либо зеленым, белым, черным, отлично подойдут эти сережки. Но хочу обратить ваше внимание, что они сделаны из пластмассы, которая просто покрыта золотой краской. И вблизи, конечно, они достаточно дешево выглядят, но издалека на фото, для каких-то фотосессий отлично будут смотреться. Также и меня не обошла эта модная тема с чокерами. И я заказала себе два экземплярчика, но уже не с Алиэкспресс, а с Эбэй. И первый чокер это вот такой вот прозрачный, со вставкой из металлического сердечка. Мне больше всего он понравился, потому что он не выглядит таким уж супер-брутальным, а смотрится более мило и интересно. И то, что вот эта вот часть самого так называемого ошейника прозрачная, мне тоже очень понравилась. И второй чокер, который я заказала также с Эбэй, был более классический. И он уже сделан на такой вот бархатной ленте и дополнен черным камушком в виде сердечка. И он меня опять же привлек к тем, что он выглядит достаточно мило, никакой брутальности в нем нет. Я, кстати, присмотрела себе еще несколько таких вот украшений чокеров, и думаю, что все-таки я решусь и закажу их. И в дальнейшем обязательно с вами поделюсь своими покупками. Кстати, эти чокеры стоили вообще там сущие копейки, поэтому за доллар-два можно себе позволить такое украшение, которое будет модно действительно один сезон и не больше. И в завершение также хотела показать парочку покупок с сайта Эбэй. Я там тоже заказываю, но реже, чем с Алиэкспресс. И я заказала для себя вот такую вот зарядку на телефон. Одну я заказала оригинальную, как указано у продавца, из Великобритании. Ну вот не знаю, подскажите мне, могут ли оригинальные зарядки приходить просто в такой вот целлофановой ленте, или все-таки это просто уловка продавца, и на самом деле это тоже не оригинальная зарядка. И вторая зарядка, это моя находка и любовь, она выполнена вот в таком вот шнуре. Таким образом вы исключаете преломление вашего провода и его перетирание, как это обычно бывает с зарядками, почему они портятся. И еще большой бонус, что она очень длинная, она двухметровая. И это очень удобно. В любом помещении вы можете зарядить ваш телефон и не беспокоиться, что он будет лежать где-то на полу. И последнее, что я хотела показать в сегодняшнем видео, это запоздалая, так сказать, покупка, которую я ждала к Хэллоуину и хотела показать для вас какой-то образ. Но, к сожалению, почта очень долго доставляла до меня эту посылку, и я ее получила уже после Хэллоуина. И, конечно, сейчас это не актуально, и это отложится до следующего года, скорее всего. Я заказывала вот такие вот клыки, и это не просто клыки пластиковые, которые надеваются вам на зубы, а это такой набор, из которых вы изготавливаете специальную смесь, заливаете в формочку и затем закрепляете у себя на зубах. Она застывает, и эти клыки многоразового использования, они очень комфортные, они небольшой формы, и они удобно закрепляются у вас на зубах. Также хочу отметить, они абсолютно безвредные, так что можно не беспокоиться за свои зубы, что они как-то испортятся от вот этих вот клыков. На этом на сегодня у меня все. Надеюсь, что я поделилась с вами интересными находками, и вы для себя открыли что-то новое. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу моей идеи с выпуском ежемесячных видео. Или же, возможно, вы хотите, чтобы я разделяла свои покупки по рубрикам, но это не всегда будет получаться, потому что я заказываю абсолютно рандомные вещи каждый месяц, которые мне необходимы в тот или иной период. Я надеюсь, что вы это понимаете. В комментариях делитесь своими удачными покупками, своим мнением о моих покупках. А мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока!